Братья и сестры, у кого есть Библия, давайте откроем со мной вместе о Бытие, 22 главу. Книга Бытие, 22 глава, с 1 стиха и ниже. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь, с ослом, а я и сын мой пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же Агнез для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе Агнеза для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам, жертвенник, разложил дрова и, слезав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам! Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отроком и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его в всесожжение вместо сына своего. Хорошо знакомая нам история, братья и сестры, история Авраама. История одного из патриархов, или, как мы говорим, отцов древности. Знаете, она весьма интересна, потому что мы знаем эту историю, но она еще и поучительна для каждого из нас. Прежде всего, она рассказывает нам об обыкновенном человеке, не сверхъестественном, абсолютно нет. О человеке, похожем на нас, который жил в то время. Условия жизни были совершенно разные по сравнению с нами. И знаете, было одно различие. Слово Божие говорит, что веровал Авраам Богу. Знаете, это не просто из речения. Веровал Авраам Богу. Ведь мы тоже верим. И мы тоже верующие. Но Библия описывает конкретный случай, где явно видна вера. Глубокая, сильная вера про отца нашего Авраама. Второй стих говорит так. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение. Возьми сына твоего, которого ты любишь. Знаете, я думаю, когда Бог закончил говорить Аврааму, и когда он услышал, что принеси во всесожжение, мы можем представить себе состояние отца Авраама, о котором было сказано, которого ты любишь, принеси во всесожжение на одной из гор, которые я скажу тебе. Знаете, кажется, это одно единственное место во всем священном писании, смущающее нас. Когда мы читаем, мы приходим в недоумение, в такое смущение, почему именно единственного любимого сына? Почему было такое указание от Бога? Зачем нужна Богу такая жертва? Ведь мы знаем совершенно другого Бога. Зачем нужна такая жертва Богу? Но тогда, когда мы исследуем священное писание, то мы находим ответы, ответы на вопросы, связанные вот с этим событием, которое произошло. Знаете, прежде всего, мне хотелось бы обратить на то внимание, что это прообразы будущего. Это произошло с Авраамом, который явился прообразом для всех детей Божьих. Знаете, за его искреннюю веру, за его послушание, за его преданную веру, он является образцом и назван отцом верующих. Апостол Павел к римлянам в 4 главе в 11 стихе пишет так. «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность». То есть, прообраз веры для всех народов. Когда мы смотрим на Исаака, мы видим прообраз Сына Божия. Если Авраам возложил на Исаака дрова для того, чтобы дойти до места, принести в жертву, мы видим Христа, который несет крест. И многие моменты, которые мы можем провести параллели, когда мы смотрим на Авраама, это земной отец. Это отец, который любил своего сына Исаака, но в нем мы видим прообраз Небесного Отца. «Знаете, Авраам не имел такой тяжести греха, чтобы принести столь дорогую жертву, да она и не нужна была Богу. Авраам не имел той тяжести греха, чтобы совершить такое, то, что Бог попросил от него. Но ведь мы знаем, что и Бог за грех творения Он приносит в жертву справедливости единственного, единородного, любимого Сына Иисуса Христа». И об этом пишет Иоанн в 1-м послании, 4-я глава, 4-я глава, 9-й стих, 1-е послание Иоанна. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Любовь Божья к нам открылась, что Бог послал в мир Сына Своего, чтобы мы через Него имели жизнь вечную. Знаете, я думаю, что вот в этом положении Бог дает человечеству прочувствовать. Прочувствовать вот эту проблему переживаний и тяжесть преступления, которую совершает человек, которую совершило все человечество. Прочувствовать это и увидеть, что мы нуждаемся в избавлении от того наказания, которое пришло бы на все человечество и на каждого из нас. Бог дает прочувствовать нам вот это состояние, понять. И мы понимаем, что для того, чтобы спасти человека, нужно было отдать любимое, самое дорогое, самое близкое, то, что невозможно возместить, для того, чтобы искупить меня и тебя. Знаете, я думаю, что это требуется для нашего освобождения от всякого порока, от всякого греха, для того, чтобы потом не предстать на суть Божий за грехи человечества, за грехи свои. Знаете, перед тем, как мы будем молиться, я бы хотел привести еще один пример, одну историю, знаете, которая трогает, может, порой до слез, когда мы ее первый раз слышим или читаем. История об одном инженере, следившем за работой разводного моста над большой рекою. Знаете, при помощи панели управления и рычагов, переключения всяких, он приводил в движение огромное количество механизмов для того, чтобы поднять часть моста и по реке проходил бы суда, проходили бы пароходы, либо он сводил мост для того, чтобы по мосту проходил поезда. Однажды он взял с собой своего маленького сына. мальчик в восторге, когда видел все, что происходит за окном кабинета отца своего, он засыпал отца своего множественными вопросами. И тогда, когда пролет моста был поднятый, для того, чтобы под ним прошел пароход, пропустить судно, инженер или отец, он заметил, что поток вопросов иссяк. И мальчика не было с ним вместе в этой комнате. И когда он выглянул в окно и увидел, что этот малыш карабкается по шестеренкам механизмов кверху, его сердце, знаете, как отца, оно сильно забилось, и он в страшном таком мучении стал думать, что же происходит, как же спасти сына своего, ведь он находится на таком опасном месте. И тогда, когда он бросился для того, чтобы спасти сына, он в этот момент услышал гудок паровоза приближающего поезда. Знаете, его сердце бешено забилось. Если он опустит пролет моста для того, чтобы проходил по нему поезд, у него не будет времени спасти сына своего. Перед ним встала большая дилемма. Или спасти сына, или проходящий поезд, наполненный людьми, разобьется. Знаете, страшная дилемма привела к страшному решению. Инженер знал, что делать, и он потянулся руками за рычаги. Мы понимаем конец истории. это сильная история. История, как человека, который понимал, что делает. И, знаете, часто, может быть, подобную историю употребляют для того, чтобы как-то описать жертвенность Иисуса Христа, показать на жертвенность, которая произошла для того, чтобы искупить нас. В ней есть какие-то параллели, может быть, в этой истории, когда мы смотрим на историю Авраама и Исаака, когда мы смотрим на историю многих других подобных вопросов, когда мы смотрим на историю Господа нашего Иисуса Христа, который оставил и пришел в этот мир для того, чтобы спасти нас. Однажды Петр, мы читаем в Деянии апостолов, он сказал такие слова, когда стоял перед людьми после Дня Пятидесятницы, это вторая глава Деяния апостолов 22-23 стихи. Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назорея, мужа, засвидетельственного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконными убили по определенному совету. Знаете, верно, Бог не смог бы спасти человека, не убив своего сына. Я думаю, что сердце Бога, оно сжималось от горя, когда Он запускал вот эти смертельные механизмы против сына своего. И смотря вот на эту историю, знаете, печально, я думаю, что, но это правда, то, что люди, которые находились, может быть, в том поезде, они промчались мимо сцены смерти, не подозревая о жертве, которая только что спасла их от смерти. они даже не подозревали, что была совершена жертва, чтобы спасти их от смерти. Знаете, все мы были когда-то, может быть, подобно в этих вагонах, но, слава Богу, что сегодня есть спасение еще для тех, которые мчатся, которые сегодня подобно тем людям, даже не задумываются о том, что была совершена жертва для того, чтобы спасти их от смерти. Сегодня у нас есть время для того, чтобы поблагодарить Господа, Господа за то, что наша жизнь в руках Его, для того, чтобы поблагодарить Его за то, что мы имеем это спасение и получили это спасение в Иисусе Христе. Пусть Господь поможет нам прославить Его в наших молитвах. Аминь.